Привет! Расскажу вам про вот эту настольную игру Хадара от издательства Hobby World. Это такой быстрый, приятный еврогейм, в котором вы строите свою собственную империю из карточек, используя для этого механику драфта. Давайте я вам сначала расскажу правила этой настолки, а потом перейду к собственным впечатлениям. Перед началом партии каждый игрок получает вот такой планшет, несколько жетончиков, и на этом планшете вы видите ваш символ. В центре выкладывается вот это поле, оно собирается из частей, и на каждую из областей для карт выкладывается по две карты на игрока. То есть, например, при раскладе на троих там будет шесть карт. Потом каждый игрок получает вот такую карточку с стороной А или Б. При этом все игроки должны играть на одной стороне. Стороны А для новичков, стороны Б для более продвинутых игроков. Это то, сколько монет вы получаете в начале игры. По этой цифре вы можете понять, кто будет первым ходить в каждой фазе. А вот эти цифры определяют стартовые позиции счетчиков на вашем планшете. Например, вот здесь у меня четыре, здесь красный один, синий один и зеленый четыре. Вот стартовые значения. Игра длится три эпохи. Три эпохи проходят одинаково, только меняются карты. И на вот этой удобной памятке есть структура того, как проходят фазы игры. Такие памятки есть для каждого игрока. И вы по очереди проделываете их все. Начнем сначала. Первый игрок устанавливает колесо. Первый игрок вертит вот это колесо, таким образом, чтобы символ каждой фракции указывал на какую-то стопку. После этого вы переходите к следующей фазе. Каждый игрок берет две верхние карты и решает, какую из них положить вот сюда, а какую из них использовать. Так делает каждый игрок, который принимает участие в партии. На каждой карте указано, к какой эпохе она относится, какие счетчики она подвинет, сколько победных очков она принесет и сколько монет она стоит. То есть, чтобы построить эту карту, вам нужно заплатить три монеты. Либо вы всегда можете сбросить любую карту за две монеты. В первой эпохе, за три монеты во второй и за четыре монеты в третьей. Если я все-таки решил купить эту карту, то я плачу за нее три монеты. Подвигаю указанные счетчики и засовываю ее сюда. Затем вы поворачиваете дальше вот это колесо. И теперь все игроки берут по две карты из следующей стопки. И с ними они так же поступают. Одну карту оставляют, а другую либо сбрасывают, либо платят за нее и засовывают к себе под планшет. И вы поступаете так со всеми стопками. Таким образом, каждый из вас получит доступ к двум картам из каждой стопки. Вот, например, все игроки взяли карты. Я взял карты себе. И теперь мы движемся по фазам дальше. Фаза получения дохода. Каждый игрок получает столько монет, сколько у него показывает желтый трек. То есть, этот игрок получает пять монет. Дальше мы переходим к захвату колоний. Захват колоний у нас происходит по нашему красному треку. Есть пять типов колоний. У каждой из них как бы своя сила. Три, девять, пятнадцать, двадцать, двадцать, тридцать. У этого игрока сила три, он может захватить вот эту самую дешевую колонию. И он выбирает либо разграбить колонию, либо присоединить ее. Если вы ее разграбливаете, вы просто получаете столько монет, сколько здесь написано. То есть, три. И выкладываете этот жетон рядом со своим планшетом. В конце игры он принесет вам столько очков. Если же вы хотите присоединить этот жетон, то вы не смотрите на его обратную сторону. Платите одну монету. И тогда переворачиваете его. И он продвигает эти два трека на вашем планшете. И тоже принесет вам победные очки в конце игры. Вот здесь вы храните свои жетоны колоний. Вы можете захватывать только одну колонию за раз. И вы не можете захватывать повторно колонии того же типа. То есть, теперь вам нужно прокачивать свой красный счетчик, чтобы дальше иметь возможность захватывать другие колонии. Дальше у нас идет фаза создания одной статуи. Чтобы создавать статуи, мы уже смотрим на синий счетчик. Счетчик культуры. И смотрим на вот эту часть нашего планшета. Здесь у нас есть четыре статуи, на которые нам необходимо тоже развивать нашу культуру. Здесь наш счетчик культуры должен быть шесть. Здесь двенадцать, здесь двадцать, здесь тридцать. Например, у нас было бы вот шесть культуры. И у нас есть вот такие вот жетончики разных цветов. И я могу любой из этих жетончиков вложить сюда, построив статую. Эта статуя, если я построю, принесет мне в конце игры четыре победных очка. И как только я вкладываю сюда этот жетончик, он продвигает мне счетчик трека, который я туда вложил, на два. Либо я могу вложить его другой стороной, нейтральной. И тогда эта статуя просто в конце игры принесет мне еще плюс два очка. Два, потому что здесь такая цифра. Вы можете строить только одну статую за раз. И максимум вы их можете построить четыре за игру. И, соответственно, следующая статуя, если у меня будет двенадцать на моем счетчике синим. То есть вот у меня здесь два, здесь плюс десять. То есть двенадцать. И я могу какой-то жетончик сюда вложить. Например, вот такой. И тогда эта статуя в конце игры мне принесет восемь победных очков. И на три сдвигается мой жетончик желтый. То есть тут все просто. Желтый у нас отвечает за приход денег. Красный за захват колонии, получение очков за колонии. Синий за постройку статуи и получение очков за статуи. Зеленый продовольствие отвечает за то, сколько мы можем прокормить карточек. Но к этому мы перейдем чуть позже. После этого мы переходим к фазе Б и набираем еще карты. Эта фаза единственная, которая происходит не одновременно для всех игроков, а по очереди. Начиная с первого игрока, каждый игрок может взять одну верхнюю карту, открытую из любой из этих трех стопок, в которые вы сбрасывали карты. И также вы либо строите ее себе, либо сбрасываете, чтобы получить победные очки. Момент, про который я забыл сказать, это то, что каждая построенная вами карта определенного цвета приносит вам скидку в один на следующую карту такого цвета. То есть эта карта стоит два, но так как у меня уже есть зеленая карта под моим планшетом, эта карта для меня стоит один. И вы делаете это по очереди. То есть я теперь беру карту, сбрасываю ее, получаю две монеты. Теперь следующий игрок берет из любой стопки карту, либо строит ее, либо сбрасывает. И так мы все продолжаем делать с этими картами. После чего мы еще раз получаем доход, получаем еще одну возможность захватить колонию, еще одну возможность создать статуи, и потом наступает новая фаза обеспечения продовольствия. Как вы видите, каждую фазу у вас есть две возможности захвата колонии, две возможности создания статуи. Обеспечение продовольствия, это значит, вы считаете, сколько у вас построено карт, и смотрите, сколько у вас показателей зеленого трека. Если у вас больше карт, чем ваш показатель, вы должны от них избавиться. При этом, когда вы сбрасываете карты, вы теряете те счетчики, которые на них были указаны. То есть, например, в таком случае у меня 9 карт, а у меня показатель 8. Это значит, что я должен избавиться от одной карты. Но, если я выброшу, я теряю вот эти показатели, и, соответственно, если я буду сбрасывать зеленую карту, то мой зеленый счетчик тоже будет падать, и мне надо будет сбрасывать еще карты. Поэтому невыгодно в этой фазе сбрасывать зеленые карточки. После чего наступает последняя фаза эпохи, где вы можете покупать серебряные или золотые медали. Здесь у вас места для серебряных медалей, здесь места для золотых. Если вы платите за серебряную медаль, то вы вкладываете сюда один из своих жетончиков, и он в конце игры принесет вам количество очков, равное половине этого трека, который вы сюда вложили. То есть, вы, в принципе, можете вкачивать один трек, и потом получить за него кучу очков. Либо вы можете купить золотую медаль. Золотая медаль приносит по 7 победных очков за каждый набор из 5 карт разных цветов. То есть, здесь вы видите сразу два очень разных направления развития. Вкачивать совсем разные карты и вкачивать один какой-то конкретный ряд. При этом интересно, что таких жетончиков у вас всего два. То есть, если вы уже вложили какой-то в статую, то он у вас продвигается, но при этом вы уже не можете построить за счет него серебряную медаль. Это и была вся эпоха. После чего вы выкладываете карты уже второй эпохи, делаете все то же самое, что и в первую эпоху. После этого добавляете карты третьей эпохи, делаете все еще то же самое, и в конце подсчитываете очки. Используя для этого вот такой бланк. Очки вам приносят захваченные колонии, построенные статуи, ваши серебряные и золотые медали, сами карты приносят победные очки, и в конце игры еще каждые 5 монет это тоже одно победное очко. Вот так быстро и интересно происходит эта игра. И что я вам еще не рассказал, это то, что серебряные карты, кроме того, что приносят много очков и поднимают вам разнообразные треки, еще и приносят разные способности, которые очень сильно могут для вас менять исход партии. Описание всех этих разных способностей находится на последней странице правил. И способности на серебряных картах реально разнообразны и добавляют реиграбельность. Практически с самого начала, очевидно, хочется сравнить Хадару с настольной игрой 7 чудес, потому что, в принципе, во многом они похожи. У них одна и та же тема. И та, и та игра, это такая абстрактная игра, где мы драфтим карты и выстраиваем собственную цивилизацию. И обе же эти игры используют похожие цветовые гаммы для определения, например, война красная, экономика желтая, а культура синяя. В обеих этих играх мы разрастаемся в течение трех эпох. Но в целом все равно Хадара сильно отличается от 7 чудес. Это действительно другая самостоятельная игра. И по ощущениям она дарит другой игровой опыт. Из минусов можно выделить стандартный минус большинства еврогеймов. Здесь очень низкий уровень взаимодействия между игроками. Он происходит только на фазе драфта, когда мы берем карты с вот этой вот штуки из центра стола. А в основном мы сидим и занимаемся каждый своим делом в своем собственном пассиансе. Но при этом этот же факт способствует и большому плюсу этой игры. Все процессы в игре происходят одновременно, кроме самой фазы драфта. И поэтому она очень стремительно проходит. Каждый раз, когда вы делаете свое весе, все другие игроки тоже его делают вместе с вами. Это удивительно отточенный процесс. Но, конечно, людям, которые любят воевать и очень внимательно следить за всем, что делают другие игроки, это может не подойти. Еще один минус это то, что это малотематичная игра, когда вы строите военные карты, вы не чувствуете, что вы прям воюете или развиваете культуру. Нет, вы прокачиваете разные циферки, разные треки и все тут вот так вот играетесь с этим всем. Но при этом как же удивительно приятно всем этим играться. Прокачивать карточки, двигать треки, играться с этим всем невероятно увлекательно. С самого начала, когда я только прочитал правила и осмотрел игру, мне показалось, что она какая-то скучноватая. Очень простые правила, все быстро происходит, тематики особо нет. Но потом, когда я сыграл в нее, сразу же мне захотелось сыграть в нее еще. Еще раз я несколько раз играл. В эту игру я сыграл больше всего раза в последний месяц, потому что она меня захватила. Каждый раз, когда я в нее играл, мне хотелось еще раз в нее сыграть, потому что здесь явно есть очень разные пути развития. И сразу, как только ты играешь каким-то одним направлением, то хочется попробовать еще какие-то в этот же момент и посмотреть, как они сработают. Этому, конечно, способствуют вот эти разнообразнейшие сиреневые карты, которые дают разные дополнительные возможности. И их приходит очень маленькое количество к вам в игре. И многие из них остаются в запасе, что способствует большой играбельности. Еще хотелось отдельно похвалить компоненты этой игры. Для меня важно, когда в карточных играх, мне приятно играть картами. Здесь карты очень приятные, на них приятные иллюстрации, и им действительно удобно и приятно играть. Все остальные компоненты либо деревянные, либо картонные, что тоже прикольно. И они все очень грамотно сделаны. Здесь невероятно удобная и понятная инфографика. И играться со своим планшетом очень удобно. И моментально с первой же партии вся вот эта цветовая гамма и символы становятся очень понятны. А еще в этих планшетах на вас будут регулярно поглядывать ваши карточки. Привет! Здорово! Привет! 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 О! Привет! Эй, здорово! Здравствуй! В общем, Хадара это уже продукт современного геймдизайна. Когда все настолько отточено и все очень хорошо работает и дарит опыт настоящей такой концентрированной полноценной игры, но при этом по времени партия занимает до часу. То есть вы играете в такую полноценную уже игру, которая может быть одной игрой на вечер, но это пролетает очень быстро. В общем, я думаю, что это отличная игра. Я ее настоятельно рекомендую. И я считаю, что она заслуживает больше внимания и известности, чем имеет на данный момент. Вам спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки этому ролику, подписывайтесь на канал и играйте в хорошие игры.